В лесном массиве нашего города живут три медведя. Так могла бы начинаться сказка, но это быль. Наши медведи гораздо меньше таежных собратьев. Высоту достигают метра семьдесят пять. Но, тем не менее, могут быть опасны для человека. Следы медведей горожане находят глубоко в лесу, фотографируют их и выкладывают в интернет. Как правило, в чащу люди заезжают на квадроциклах. Там рубят деревья, косят траву, выгуливают домашних питомцев. Тем самым беспокоят дикого зверя. Если в тайге он спит в тихих местах, где его не трогают, и атеропогенный фактор не захватывает, как у нас тут броют, ходят везде, сейчас люди массово ничего не думают, гуляют с собаками и думают, что вот они такие любители природы. На самом деле, а медведь он хозяин тайги. И если он в районе вот этой четвертой заставы перешел, а у нас там образовалась такая стация лесная, уникальная, болото. Раньше там не было, раньше было поле, а лет последних 10 образовался огромный болот, а болото – это жизнь. Туда сейчас вот наши лесники, не дам, лося видели, там птицы, все киши, даже косули появились. Шансы встретиться с медведем в Саровском лесу невелики. По словам лесника, косолапый боится человека настолько, что порой при встрече с людьми у него может случиться инфаркт. Они хозяева природы, не мы хозяева, они хозяева леса. Пришли, наведались, проверили, все нормально, тихо, ну где-то попитались чем-то. Кормовая база у них неплохая, тем более после горельников масса малинника, масса разных ягод. Медведь – животное сурьезное, как говорится, ну всеяден, как человек, питается корешками, разными там мелочью, ну как и люди, все ест. Найдет мышцы ест, найдет там какую-нибудь личинку, какой-нибудь жука тоже. Любимая у них пища – это муравьи. Спастись от медведя можно тремя способами. Первый – при виде косолапого нужно громко закричать. Второй – бросить ему рюкзак, куртку или другие крупные предметы, чтобы отвлечь внимание зверя. А после бежать, что есть силы. Ну а если первые два способа не помогли, то применяйте третий. Опасный – ложитесь на землю лицом вниз и не шевелитесь. Медведь может решить, что вы мёртвый и сам оставит вас в покое. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Служба новостей Саров-24.